Так и так он будет разговаривать с президентом. Платье, как у Золушки. Мы ожидали исполнения всех желаний наших. Кто что сделает-то нам? Даже у нас нет, понимаешь, аптеки. Дохнет село. Журналисты из Москвы. Газификация хутора будет завершена. Вот эти жёлтые трубы жители за свой счёт привезли? Да. Мы приехали показать, что они расселяют вас. Да, блин, на берегу лучше надо жить будем. Владимир Владимирович, зажгите второй фонарь. Конституция не даёт мне права баллотироваться третий раз подряд. Вы как голосовали за поправки? За? Да. Пусть он работает, он нам не мешает. Привет, друзья! Не знаю, заметили вы или нет, но в этом году произошло знаменательное событие. Впервые за долгие годы не состоялась прямая линия Путина с народом. Помните, это жанр, когда Путин сидит и по телемосту общается с жителями как правило отдалённых населённых пунктов и решает их проблемы. От текущих труб до того, что нужно что-то купить или понизить ставки по ипотеке. В этом году из-за пандемии прямую линию объединились пресс-конференции, к которой в свою очередь было супервнимание из-за расследования про отравление Навального, но в чистом виде этот жанр не состоялся. И мы подумали, что такое важное событие, конечно, заслуживает отдельного выпуска. Не сама прямая линия, разумеется, а судьбы людей, которые посчастливились или которые по стечению обстоятельств в этих прямых линиях участвовали. Ведь дети, которые задавали Путину вопросы во время его первых прямых линий… Я хочу у вас попросить платье, как у Золушки. Они уже выросли, они уже взрослые люди, у них у некоторых свои дети есть. Мы нашли этих людей, поговорили с ними, съездили к некоторым из них в гости, чтобы понять, как же прямая линия с президентом изменила жизнь людей и изменила ли она их. Живем на бабушкину пенсию. Работы в деревне нет. Мы с сестрой мечтаем иметь новые платья. Это те платья, которые нам подарил наш добрый волшебник дядя Володя. Вот, мечта сбылась. Она просила платье, как у Золушки, для себя, а для Ани ноутбук, ну и то есть компьютер для старшей сестры. А почему пришлось звонить и просить платье? Почему? Просто тут по телевидению я шла, строка бегущая, номер телефона в прямой линии. И вот и Володушка, ну Даша, давай позвоним, позвоним. Ну позвонить давай, там что-то вы там играете, деретесь. Все, и получается, это было 1 декабря, это вечером. И 2-го тоже вечером нас уже Москва разыскивала. У меня вопрос, Владимир Владимирович. Могут ли нас оставить на второй год, если нашей вины нет, что власти нашего города не отапливают школы? Что нам делать? Вообще это получилось случайно. То есть мы не учились, сидели дома, и в последний день был сначала отборочный этап. Стоп, что такое отборочный этап? Ну, поначалу ты не сразу звонишь президенту. Сначала идет отборочный этап. Все звонят и отбирают тех, кто будет разговаривать. То есть это работает так. Я позвонил и попал на оператора. Мне 10 лет, и там не робот, там живой человек. Я звоню на прямую линию президенту. И в моей картине мира бросить трубку – это преступление, наказуемое преступление. И я просто начал говорить о наболевшем. То есть у меня не было ни бумажки, ни плана. И, в общем-то, оператор в конце мне потом сказала «Спасибо, Паша, я обязательно передам твой вопрос президенту». Я не знаю, был ли это особенный оператор, либо это дежурная фраза, но в итоге она передала. Так, и что дальше было? Дальше в тот же день, в 12 часов ночи, звонок. Мы все уже спим, трубку поднимает мама. «Здравствуйте, меня зовут Кирилл Клеймёнов, мне нужен Павел Швидков». Он уже спит, вот так и так он будет разговаривать с президентом. Дальше пошел разговор. А сколько ему лет? Мама говорит «10 лет». Он, видимо, берет трубку «Это ребенок, это ребенок!» То есть он не знал. И все, говорит «Ну хорошо, давайте тогда так, за полчаса до разговора с президентом мы вам позвоним». Ты была еще совсем маленьким ребенком, и никаких эмоций у тебя не осталось. Ну, как обычно… Взяли уже. Ты была такой здесь местной знаменитостью? Я не знаю. Ну, так, получается, все как знали, видели. Дашенька, я приглашаю тебя и твою сестру на Новый год в Москву на одной из елок. И вот и приехали мы в Москву, 21 декабря прилетели, и там у нас все пошло-поехало. Каждый день у нас был занят все по расписанию, все по часам, все мероприятия. Потом у вас была еще одна встреча с Владимиром Владимировичем? Да, это было в тот же день, допустим, когда Кремлевская елка была. О чем мы говорили? И, честно говоря, я наполовину слышала там такие щелчки. «Чего? Что? Соглашаюсь? А с чем?» Но не слышно было. И потом вот так вот чик, кто-то пальцы, и все вышли. Все, дверь закрыли. Нам принесли налить чай и масали с четвером. Ну и все, и он говорит, ну давайте рассказывать, как вы там живете. И что вы ему сказали? И тут я сказала, что вы знаете, а мы не живем, а мы выживаем, мы просто существуем. Вот, допустим, у нас старая школа, которая требуется ремонт. Здание уже было старое, но там, тем не менее, оказывается не то, что подлатали старые дыры, там полностью школу построили новую. Путин велел построить здесь дорогу. Школу, детский сад, больницу. И более того, в 2011 году он сюда вернулся, чтобы посмотреть, как выполнили его указания. Наталья домой сюда ко мне приезжает на велосипеде. Говорит, мама, Путин прилетает 6 июля. Премьер-министр прибыл в поселок Тунгуй. Он осмотрел дома, пообщался с местными жителями и даже получил от них в подарок традиционный головной убор. Ой, нас мандраж бьет, конечно, все это. А потом, когда прилетел, зашел домой – все. Обыкновенный человек. Только президент. За этот год я объехал больше 20 городов. Может быть, 30 я сбился со счета. Но я ездил, конечно, по работе. Однако мы видим, что внутренний туризм из-за закрытых границ в России растет. И в этом смысле наличие своего автомобиля снова стало важным фактором. Во-первых, с точки зрения безопасности от заражения вирусом. Во-вторых, с точки зрения свободы поехать туда, куда хочется. Что касается меня, я довольно опытный водитель. Как говорили раньше, автолюбитель. За свою жизнь я сменил много машин. И, если вы помните, пару месяцев назад я сел за руль этого нового Kia Sorento. Прохладно. Признаться честно, я ни разу не пожалел. С точки зрения размера я и раньше ездил на внедорожниках и кроссоверах. И мне это все как раз очень понятно. А вот с точки зрения начинки, с точки зрения технологий здесь меня многое приятно удивило. Кстати, интересный факт. За последние 10 лет количество кроссоверов, проданных в России, увеличилось почти в 3 раза. Ну, вот и мне тоже нравится машина побольше, а то вместительней и посолидней. Но если говорить о реальном путешествии, чтобы не только по шоссе с комфортом, но и можно было съехать с дороги, тут вариантов остается уже намного меньше. И один из них теперь есть у моих друзей из Kia. Знакомьтесь, новый Kia Machado. Мощный дизельный V6, рамная конструкция, раздатка с понижающей передачей, дифференциал повышенного трения. Чего не ожидаешь от такого брутального внедорожника, так это современного и действительно богатого интерьера. Кстати, Machado самый быстрый в своем сегменте – всего 9 секунд до сотни. Но мы не будем спешить, тем более вам пробка впереди. Попросим эту машину потестить еще на некоторое время. И знаете, у меня есть одно место на примете, куда можно на этом авто доехать, чтобы там его нормально попробовать по-настоящему и вам все это показать. Пожалуй, так и сделаем. А вы пока переходите по ссылке в описании, чтобы подробнее ознакомиться с техническими характеристиками и выбрать для себя одну из трех комплектаций Kia Machado. Кстати, все они имеют полноценный третий ряд сидений. Даша и ее родственники угостили премьера чаем и национальными бурятскими блюдами. А после того, как Путин сюда приезжал и построили эти все объекты, жизнь в селе изменилась? Как вы скажете? А чего она изменилась-то? Ну, чего изменилась-то? Ничем не изменилась. Чего ты? Кто что сделает-то нам, чтобы она изменилась? Никто? Мы же в Ше тут ничего у нас и не было. Больницу сделали. Но сейчас больница у нас еще вся никакая. Все поувезли у нас туда. Один врач в больнице. Даже у нас нет аптеки. Вот ту же купить одну таблеточку… Надо в Улан-Удэ ехать за лекарствами. По что? В район? В район. У вас есть водопровод? Как-то работает в доме вашем? В доме-то у меня ничего нет. У нас водокачки… У нас же есть неблагоустройство. У нас же все же водокачки здесь. То есть вы к водокачке ходите и воду на себе тащите домой? Да, кто же нам будет? Свои вот бурят, свои есть колодцы у людей. Скважины. Но у меня таких денег нет, чтобы сделать эту скважину. Сколько у вас пенсия? 13 тысяч. Стыдно сказать и грех утаить. А удобства у вас где? Какие? Туалет. Туалет у нас все удобства на улице. На свежем воздухе. На свежем воздухе. Сидим и глядим по сторонам. С папиросой зубейшой и поглядываем. Ну, любимую природу натухнуй. У нас все развалилось, колхозы все развалились. Работы нету. Приходится ездить на север. За трое-четверо суток на поезде едем, вот работаем. Вахту по два-три месяца работаем. Приезжаем на месяц домой. Вчера буквально приехали с вахтой. Супруга дома живет одна с ребятишками. А мы с вахтой. Вот вчера приехали с вахтой. Спасибо, конечно. Я все говорю Путину. Есть магазины, но у нас денег-то нет. Если бы были деньги, мы бы что-то сделали бы и построили бы. Но факт того, что денег-то нет. Здесь взрослые должны прежде всего решать эту проблему. Уверен, что губернатор нас слышит. Сразу после звонка эту прямую линию смотрел наш мэр, тогдашний мэр, который отдыхал в Сочи, на курорте в Сочи. На следующий день он подал в отставку факсом, как и половина администрации города. Буквально через три дня понаехали в город бригады, генералы, прокуратура. Приехали все с проверками. Город полностью поставили на уши. И, собственно, за месяц починили в городе всю инфраструктуру. Починили отопление не только в школе, во всем городе. Починили свет, потому что были перебои со светом. И починили воду, которая иногда не работала, а иногда была холодной. Заработало всё. Я знаю, что через год опять была прямая линия. И там Екатерина Андреева уже зачитывала вопрос. Две недели назад в собственной квартире в городе Усткут замёрз 82-летний ветеран войны. Это не была общей проблемой. Это была проблема одного дома. Какая-то авария случилась с этим ветераном. Не было общей проблемы. Но на следующей прямой линии журналисты начали уже вкидывать вбросы на тему того, что школьник из Усткута собирается снять очередного мэра. Ко мне даже приехали журналисты. Я не помню, какие. Уже сидели дома, готовились. Хотя на прямую линию я звонить не собирался. И внезапно во время прямой линии перестали работать телефоны. Прямо во время прямой линии? У всех перестали работать телефоны. Как давно вы уехали из Усткута? Я закончил школу и уехал. То есть в 2008 году. Один из классов. И сейчас вы, насколько я знаю, живёте в Омске? Да. В Усткуте бываю раз в год. Ты в этом селе в Тугную жить не хочешь? Нет. А здесь работы нет. Делать здесь нечего. Возможностей никаких нет. Какие у тебя планы? Уехать в Москву. А там, может, дальше будет видно. А много людей в поселке живёт? Ну, насколько я не знаю, это надо сказать. Молодёжи много? Ну, есть. Водоснабжение есть в доме? Нет, нету. Ну, вот водокачка мы… В смысле? Возим. Ну, летом водопровод. А, водопровод летом. Летом. А зимой мы возим. А почему зимой водопровод не работает? Я знаю. У вас люди таскают воду из колодцев до сих пор. И старые бабушки тоже. Проблема решаема. Пожалуйста, нанимайте компанию, вырвет. И сколько это стоит? Ну, где-то в пределах 50 тысяч. У нас проблем с водой нет. Если дети не хотят своим мамам, папам помочь, дедушкам и бабушкам, которые проживают так же, поуехали в город и прочее, поставили их здесь. Ну, это, я думаю, уже семейные проблемы. Не надо их на государство переотглавывать. Зачем? Владимир Владимирович, здравствуйте. Существует ли у вас на федеральном уровне вот такой вопрос? Вопрос газификации малых хуторов и станиц. Ведь рядом с нами проходит газопровод. А у нас в домах и в наших хатах нет газа. Почему бы не попросить? Это такой вопрос, который мог решить только президент. И он-то его решил. А почему мог решить только президент? Поясните, пожалуйста. Ну, потому что, я так думаю, что на тот момент не было возможности либо в бюджете края, что вот именно проложить сетевой газ. Газификация хутора Казачьей Малеванной будет завершена в январе 2002 года. Я слышал, начался после того, как Путин пообещал помочь. Начался аврал. В середине зимы начали копать траншею, класть трубу. В общем, был настоящий бой за сроки, да? Да, был бой за сроки, потому что он сказал, что 25 января, в Татьянин день, но не 25 января, а 4 февраля, в день освобождения станицы и хутора от немецко-фашистских захватчиков у нас зажёгся газ. Столько суеты было вокруг этого всего. Застали мы время. У меня первая дочь, когда родилась, мы на печке грели воду, чтобы искупать ребёнка. Воды грели. Ну, пещерный век такой, по большому счёту. Рубили эти дрова, этот уголь постоянно, пыль вот это всё. Ну, жили. Вот сейчас уже меньше я родилась. Как раз после этих моста уже газ у нас появился, когда она маленькая была. Ну, понятное дело, 21 век на дворе – какие дрова уж. Я посмотрел ваше интервью до 2013 года, то есть через 12 лет после той прямой линии и за 8 лет назад. Вы говорите, что из 200 дворов казачьи Малёвынов 54 газ есть, а по 83 домам есть ещё вопросы. То есть газа нет. А что изменилось сейчас? Я точно знаю, что четвёртая часть домов там газифицирована. Потому что, опять-таки, тут же у каждого своя история. То, что труба вообще идёт по улице – это одно. А второе, что для того, чтобы она зашла в дом, труба, там тоже нужно соответствовать дом или хата или что, домовладение. – Короче, надо заплатить за это? – Ну, конечно. – А сколько надо заплатить за это? – Я не знаю этого. У каждого своё. Как вообще хутор живёт сегодня? – Ну, как? Терпимо. – Где вы работаете? Есть работа вообще? – Ну, пока сейчас дома, хозяйство такое. А летом работаю. – Скажите, а газ в вашем доме есть? – Ещё пока нет. – А почему? – Ну, везти будут. – А сколько это стоит? – Может, двести, может, триста. – Двести? Тысяч? – Ну, да. – А как это вообще? Вы потянете? – Ну, как-нибудь. Может, что-то потянем. Угловой сделали для показа специально. И всё. Показуху. И заморозили. – А почему вы говорите «заморозили»? Вроде там везде трубы, я смотрю. – Ну, это сделали за свой счёт. – А, вот эти жёлтые трубы жители за свой счёт провели? – Да. – То есть как дело обстояло? Они подвели большую трубу газовую сюда? – Ну, да. Остальное люди сами делали. – То есть вот эти все, которые внешне идут, трубы – это всё за свой счёт? – Да. – Чтобы в футере жить, надо иметь машину. И без машины с цариком – это вообще кошмар, конечно. Магазинчик один, работы тут нет. А лекарства есть аптека здесь? Нет. И аптеки нет. – Скажите, а есть газ у вас? – Газа нет. Дрова, печное отопление. Газа нет. Нету, нету. Всё время нету. – Скажите, а почему газа нет? Ведь привели же вроде в хутку. – Да, провели, а сюда не довели. Не знаю почему, и сильно дорого. – Попкинуть трубы не так дорого по меркам Газброма. Можно было разбросать этот газ или провода протягивать. Ничего страшного. Ну, по крайней мере, в нашей стране это делается. Давайте поговорим про деньги и про то, на что они уходят в случае редакции. Первое – переезды и перелёты. Только представьте, что к каждому герою, которого вы видите в наших выпусках, приезжают как минимум двое, а чаще трое человек. И хорошо, если территориально всё находится в Москве, а если на Дальнем Востоке, а если за один день мы не успеваем всё отснять и нужно оставаться на ночёвку. Вторая важная вещь – зарплаты сотрудника. Вы знаете, что у редакции большая команда, и только благодаря ей наши выпуски выходят регулярно, даже несмотря на всякие фурс-мажорные ситуации. Вот, например, я заболел короной и вынужден две недели сидеть дома, но работа не остановилась. А ещё аренда офиса, обслуживание техники и много чего ещё. Думаю, вы поняли. Всё это мы оплачиваем из нашего общего котла, и только после публикации выпуска какая-то часть от всей этой суммы, в том числе благодаря рекламе, нам возвращается, а какая-то – нет. Но в любом случае мы рады каждой копеечке и сразу же вкладываем всё это снова в производство. Абсолютно по такому же принципу работает кэшбэк. Вы вкладываете свои деньги во что-то полезное, а банк какую-то часть от этой суммы вам компенсирует. Какую? Зависит от вашей банковской карты. И я вам советую обратить внимание на премиальную карту OpenCard Plus от банка «Открытие». Во-первых, у неё бесплатное обслуживание всегда и без условий. Во-вторых, она даёт неплохие привилегии. Например, кэшбэк 11% за покупки в выбранных категориях и скидки при оплате на АЗС и поездках на такси бизнес-классы до 30%. А ещё с этой карты можно снимать наличные без комиссии в любых банкоматах по всему миру и оплачивать путешествие со скидкой 20% на travel.open.ru. Для доступа к привилегиям не обязательно держать огромную сумму на самой карте. Вы можете открыть вклад, использовать накопительные или инвестиционные счета и получать двойной доход от кэшбэка и вложенных средств. Закажите себе такую же карту, как у меня, по ссылке в описании. Переходим в село Подгороднее. Подгороднее Покровка, Олимпушской области. Вы знаете, погода здесь сегодня стоит удивительная. Даже местные сторожилы говорят, что не припоминают, чтобы в конце октября здесь было плюс 15. Под эту такую торжественную встречу интересную у нас просто выгребли все село. У нас была такая идеальная чистота. У нас даже на Советской улице выкрасили все заборы, подмели, подметелочку. Приезжал Семенов к нам. Сергей Семенов – журналист? Журналист, да. Он приехал не в день, а за два дня до того. Поэтому мы собирали коллектив, и он просто спрашивал, какие вопросы. К нам приходили еще и представители администрации, и школы, и нашей библиотеки сельского совета. Поэтому здесь какое-то общее собрание было. За неделю буквально до начала эфира у нас как бы репетиция была. Пришли все желающие, кто хотел посмотреть на телевизионщиков, которые приехали в Москву. Нас собрали в зрительном зале Дома культуры и просто с нами пообщались. Ну, нормально пообщались, поспрашивали, какие бы вопросы хотели задать жители села. Я хотела задать, почему у нас такое плачевное состояние библиотек на селе. А почему не задала? Передумала. Ну, вы же в книге пишете, что вот этот вот журналист, который был, сказал, что не надо, это культура, это неинтересно, вот лучше про медицину вопрос. Ну, про медицину я, в общем-то, так отказалась, потому что, да, мне хотели дать вопрос. Я когда посмотрела на этом листочке, там было написано, что, в общем-то, вопрос про медицину. Вы чего ожидали от этой прямой линии? Вот вы как себе ее представляли? Ну, мы ожидали исполнения всех желаний наших, если честно. Как государство будет решать проблему привлечения высококвалифицированных кадров в школы и больницы сельской местности? Вопрос действительно важный и очень острый. Привлечение молодых специалистов на село. Определены 10 тысяч преподавателей школ, которые должны получить дополнительный грант по 100 тысяч рублей. Жизнь преподавателя как изменилась? Зарплата, хватает, не хватает? Ну, относительно зарплаты, конечно, зарплата в СПО она желает оставлять лучшего. Почему-то все равно, если в сравнении со школой, в школе совсем иная зарплата. И потом, вот опять же, да, сейчас за классное руководство новое что им будут доплачивать, но ведь мы такие же классные руководители. Но мы называемся кураторами, а с ребятами мы работаем так же, как и в школе. Но, скажем так, какое-то вот деление все равно существует. То есть там так, у нас по-другому. Обеспечить работой в селении могут какую-то часть населения. Остальная часть населения остается без работы. И ничего остается только. Жалкое существование и пьют. Так, есть ли государственная программа выведения сельского хозяйства из кризиса? Там же я в этом вопросе вот, что задавал. Чтобы была программа, чтобы мы могли купить технику. Чтобы дистопливо льготное было для селян. Налог желательно меньше. Чтобы оставалось на технику. Не остается технику, ее вот проштудируйте вы. И по России она выйдет, что старьем, старьем. Президент говорит, что за всеми не успевает. Не успевает. За всеми проблемами их очень много. И вот когда они решатся, не знаю. Нормально? Нет, мне кажется, это ненормально. Есть такие люди, конечно. Живем, как всегда, в Руси. Да вон в России жить хорошо. Живем вся так по России в деревне. Где лучше? Да нигде не лучше, я думаю. Может, где теплее только. Ферму все закрыли. Вот в округе ни одной фермы нету. Вон сколько посократили все шоферов, доярок, всех ушли. И работать негде? Негде. Кто где, кто в Фермиров, кто в город старается устроиться. Дохнет село. Журналисты из Москвы. Чего ты хочешь от меня услышать? Скажи. Я хочу понять, как вы здесь живете? Очень тоскливо. Почему? Сейчас кливи не бывает. Работы нету. Народ пьёт. Чего рассказывать, что сами не видят. Он может руку кругом. Хотя наше правительство молотит сельское хозяйство. Деревню надо возрождать. Деревню надо поднимать. А сами её добивают, чем могут. Мы оторваны от федеральной трассы. Вот такой островок Тугной. Так а тогда же, когда Путин проводил дорогу? Ну, 12-й километр, да, нам сделали. Худо-бедно сделали. Вообще невозможно было, конечно, ездить. Там вообще очень было ужасно. Там объезд люди объезжали. Вот после этого сделали асфальт. Ну, конечно, прошло уже 10 лет, уже немножко он… В 2009 году её начали строить. И сколько строили? По-моему, года два. Потому что они заехали уже, наверное, где-то к осени ближе. Я знаю, что там была какая-то проблема с зарплатами строителям, которые эту дорогу делали. Ну, нюансы были, да, зарплаты. Но ничего страшного, порешали, всех рассчитали. Ну, расскажите же. Там же была проблема в том, что… Ну, там были немножко проблемы. То, что работали не вовремя. Сначала, видимо, рассчитывали, а потом немножко задержали заработную плату. То есть полгода не платили зарплату? Да, в какой-то момент такое было несколько месяцев. Конечно, один из главных вопросов, с которыми к Путину обращались во время прямых линий – это зарплата. Вот, например, в 2015 году обычный строитель Антон Тюрешев сказал Путину во время прямой линии, что вот он строит космодром Восточный, а это был такой суперважный государственный проект, и лично Путин его инициировал. И рабочие, которые строят этот космодром, уже полгода сидят без зарплаты. Причём настолько, что им на еду не хватает. Мы хотим строить, мы хотим остаться здесь, мы хотим дальше продолжать работу. Поэтому и обращение такое из двух частей – помочь нам с зарплатой, и всё-таки дать возможность нам продолжать здесь строить. Путин тогда пообещал взять ситуацию под личный контроль, а у Антона Тюрешева, который задал этот вопрос, начались проблемы посерьёзнее, вплоть до задержания. Когда на стартовой площадке мы стояли, ждали включения, два раза подходили сотрудники ФСБ. У нас было три человека – я и ещё два человека стояли, именно ТНК, сзади меня. Подходили к нам и не помню, обыскивали или нет. Чётко спрашивали, не прячем ли мы плакаты, не собираемся ли мы при прямом включении открывать, выкрикивать, что-то кричать. Два раза подходили за это время, спрашивали. А вы собирались так сделать? Нет, конечно. Все сбои, которые сейчас идут – и по стройке, и по выплате заработной платы – абсолютно недопустимы. И, безусловно, никто с этим мериться не будет. Ещё с царской России в голове только одно – что царь не знает – царю скажи, и он сразу порядок наведёт. Видать, тогда тоже такое было, если делать. А какие надежды возлагали, когда проходило включение? Чтобы будет работа. Даже мысли не было, что начнётся банкротство, разрушение компании. Нет. Выплаты начались? Сразу 20 миллионов перечислили, были выплаты. Не помню, за туннель на Рынске. Где-то часть денег была перечислена, их выплатили. В свете последних событий я хотел попросить вас, чтобы я лично вам доложил о последнем выплаченном рубле. Хорошо. Вы готовились к следующей прямой линии, чтобы отчитаться президенту, правильно? Телеканалы к этому событию подводили? Да. Вы с чем именно хотели обратиться в этот раз? С тем, что накипело, что мы увидели… В принципе, то же самое, что я вам сейчас говорю, что мы видим бездействие. То есть за этот год практически никаких подвижек в сторону улучшения положения компании? Серьёзных не было. Да, таких, которые глобальные могли бы нас обеспечить и работой, и рассчитаться по зарплате не было. И вам просто не позволили это сделать? Ну да, решили вот так вот закрыть, обвинив в том, чего не было. Они на меня административную… что-то административку искали. Штрафы, нарушения. Ничего не смогли найти. Придумали мне, что я матерился, ругался. Пять суток, получается, я отсидел. Они нас прославили на весь мир. Строки шли, когда обращение к Путину было, внизу бежала во многих странах строка, что строитель, обратившийся к Путину год назад, арестован. Сейчас чем занимаетесь? Ну, я занимаю такую же должность. Начальник участка. Строим свинокомплексы под Уссурийском. В каком состоянии находится город? Он весь в смоге, он весь в дыму. Котельные каждый год топят. Нам, если в 2008 году завели в Приморский край газ и пообещали, у вас будет газ, то уже сколько? Уже, получается, 12-й год, а газа как не было, так и нет. Весь город пережили, все что-то делают, делают, а газа как не было, так и нет. Зато есть сажа на подоконниках. Сажа, сажа. Да, вон, на любой снег посмотреть в любой черте города. Везде сажа, везде полностью все. На самом деле прямая линия – это ведь частный случай намного более глобального явления, масштаба которого многие просто не осознают, потому что пробиться на прямую линию могут только счастливчики, а те, кому не повезло, в огромных количествах записывают видеообращения к Путину. Вы не поверите, но только на Ютубе таких видеообращений тысячи. Люди просят Путина обо всем на свете. Починить неработающий фонарь на их улице. Я вот стою к вам на колени. Владимир Владимирович, зажгите второй фонарь. Помочь починить зубы. Там вообще ничего нет. Устраивают прямо во время обращения акции. Господин президент, помогите нам! И что резко отличает видеообращение от прямых линий, Путина там нередко прямо критикуют. Ты триллионер, ты уже триллионер мировой. Ты первый в мире триллионер. Что тебе нужно? Сколько тебе денег нужно? Сколько тебе власти нужно? Видеообращение к Путину – это стало отдельным жанром. Такой альтернативной прямой линией без постановки и без цензуры. И это ровно тот материал, из которого документалист Андрей Грязев сложил полнометражный фильм под названием «Котлован». Мы – это инвалиды, пенсионеры, студенты, то есть незащищённая часть нашего населения. Слёзно прошу вас помочь нас. На самом деле я не думал, что их будет такое огромное количество. Я сначала набрал обычный запрос – обращение к президенту. В течение двух дней я мотал, мотал, мотал вниз, собрал роликов, наверное, сто и думал на этом успокоиться. Потом прошло два дня, я думаю, дай-ка я добавлю ещё хотя бы две буквы к президенту РФ, что мне выдало ещё пару сотен запросов. Как вам кажется, люди обращаются к Путину, когда все прочие способы решить проблему уже исчерпаны или просто от лени? Нет, там практически в каждом ролике перечислялось. Я прошёл это, я писал туда, я получал отписки, я ездил лично. И никуда его проблема не двигалась. Это город Азбест Свердловской области. В прошлом году, накануне 17-й по счёту прямой линии Путина, местные жители записали для президента видеообращение. Всю свою жизнь они прожили в деревянных домах 30-х годов постройки. Люди жаловались на сгнивший пол, сгнивший фундамент, протекающие крыши. Кто-то лишился горячей и холодной воды. И переселять их из этих аварийных домов никто не собирался. Вы – наша последняя надежда. Вы – президент. Наведите, пожалуйста, порядок. У нас уже нет сил терпеть это безобразие. Но мы добивались, конечно, очень долго этого. Это десятилетнее вот такое вот хождение, как говорится, по мукам. Мы, значит, ходили в администрацию, ходили к Власову, ходили к Суслопарову. Власов даже он сам к нам домой приезжал. И нам надоело ждать. Крыши текли, плесень постоянно. В одной квартире, квартире номер восемь, например, аж через потолок небо было видно. Она прибежит, где Рита, и говорит, что делать-то? Я говорю, а что делать-то? Надо вызывать. Вызовем. Они маленечко там залатают, что-то сделают. Поставили подпорку под потолок. Живите дальше. Что значит небо было видно? Что прямо дырка? Да, дырка была. Была прямо дырка. Небо смотрим. Вот у нас и родилась идея. Раз мы не можем на уровне муниципалитета решить этот вопрос, вот и давайте устроим помпезную пиар-акцию с обращением к Путину. Причем мы не просили президента расселить дома. Мы просили другое. Мы просили чиновников переселить вот в эти ветхие аварийные дома. В этом как бы был принцип акции. В итоге, значит, наши депутаты, нашей команды приехали, засняли видеообращение, собрали людей и все это, так скажем, такое слово употребляем, расшарили в интернете максимально, на все сайты всем журналистам поотправляли. Ну сразу все зашевелились. У нас все скосили. У нас сразу все очистили. Заборы все убрали. Там у нас, ну огороды такие небольшие были. Сразу дворник появился. Мы сразу вот увидали вот эту живость. Мы вот даже как-то вдохновились. Но я все время им говорила, житель, не будем сдаваться. Будем идти до конца. А как вы думаете, вот почему так всполошились? Ведь Путин вряд ли увидел этот ролик. Ну вряд ли бы увидел, по крайней мере. Потому что у местной и областной власти рельсов пушку по этому вопросу. Потому что мэр у нас Азбеста назначаемый. И чтобы у нее была хорошая репутация, чтобы она могла дальше из Азбеста избраться, назначиться в область, ей нужно, чтобы все было шито, крыто, тихо. И областным властям тоже никакой такой скандал не нужен. Который бы там, не дай бог, вылез бы на прямой линии, и на всю страну это было бы озвучено. То есть им это не нужно было. А может быть такое, что сыграло роль то, что именно фамилия Путина была затронута? Конечно. Потому что в Свердловской области есть множество примеров, в том числе у нас в Азбесте, когда обращаются как-то к Путину. Девочка обращалась у нас 12 лет, писала письмо, что у нее детская площадка, с администрацией президента отреагировали. Областные власти сделали детскую площадку из бэушных детских малых архитектурных форум. И она опять пожаловала, что президент сказал, что будет площадка, вы тут нам приехали, старье поставили. И все чиновники тогда получили по шапке. И поэтому они боятся. То есть боятся, что не дай бог кто-то из администрации президента, кто курирует внутреннюю политику, не дай бог здесь будут какие-то меры к ним предпринимать вплоть до увольнения. Наверное, наши власти как-то перепугались, потому что сразу прокуратура пришла, сразу стали составлять опись, сразу стали замерять все квартиры. А сколько времени ушло именно на расселение? Именно на расселение у нас ушло, пока эти квартиры подготовили где-то с месяца. Владимир Владимирович, помогайте, пожалуйста, больше никто не поможет. Вас эмоционально какое обращение задевали больше всего? Эмоционально меня не то что задевали, а трогали именно те видеообращения, которые содержат в себе контраст. Когда люди начинают протестовать, даже не протестовать, а пытаются записать видеообращения, чтобы им выделили какие-то квартиры, их разгоняют полицейские. Сотрудники полиции даже не дают жителям записать коллективное обращение. Ну и какая у нас после этого демократия в стране? И там же в фильме есть такое противопоставление, когда в следующем эпизоде те же самые, или не те же самые, но образ по сути показывает, что полицейские, ОМОН точно так же записывают видеообращения, потому что их лишают квартиры. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами? Или другой пример, когда одни люди просят построить им дорогу, а другие люди просят – не стройте нам дорогу, иначе будет снесён наш посёлок. Это в принципе в политике государства. Ты создаёшь проблемы и делаешь вид, что их решаешь. На сегодняшний день по-честному таких домов 200 в Азбесте и в пригородах Азбеста, которые по большому счёту, некоторые из них ещё в 80-х годах должны были расселены. Но когда сменилась власть в стране, вдруг чудесным образом, когда у государства не стало денег расселять, вдруг эти дома перестали быть аварийными. По идее нужно 200 двухэтажек у нас сносить и переселять. Мы в пригороде Азбеста. После прямой линии, когда в Екатеринбург приезжал Путин, вы выступили с плакатом и сказали, что приезжайте, Владимир Владимирович, здесь люди живут без газа и без туалета. У нас Екатеринбург – это мегаполис в нашей Согласской области. Туда большие вливания. Там у нас и Олимпиада, и Спартакеада, и Чемпионат мира по футболу. Реставрировали стадион, построили большое экспо. А нам-то, простым жителям малых уральских городов, нам что до этой роскоши, которая там, в Екатеринбурге, для крупных национальных проектов. У нас вот наша беда. У нас люди живут без газа, с туалетом на улице или с выгребной ямой. И когда начинается весь этот ажиотаж по поводу переезда первого лица государства, а мы-то здесь эйфорию не испытываем, мы находимся на земле. Поэтому нам всегда хочется показать, Владимир Владимирович, ты не к ним в Екатеринбург, ты к нам приезжай сюда, в лесозавод, и посмотри, как мы здесь живем. И вы, когда вышли с плакатом, это было в аэропорту, вас сразу задержали, верно? Нет, я минут 15 успела там простоять, но в момент, когда борт номер один приземлялся, там была готовность номер один, и ФСО в этот момент… Я же была с тубусом, для них это была угроза, была опасность, и они меня… Я бы так и не поняла, под каким предлогом схватили и утащили в Октябрьское РУВД Екатеринбурга. И долго вас там продержали? Под разными предлогами 5 часов, сначала 3 часа. У меня просто брали обычное объяснение, которое можно было минут за 15 взять, потому что закон о митингах, пикетах я не нарушала. Вот, и поэтому возникла такая идея выступить с плакатом и рассказать, как мы тут живем. Здравствуйте! Как вы тут живете? А? Как вы тут живете? Почему вот наши… Вы! Как вы здесь живете? Расскажите! Вам… Ладно. Это, конечно, не показатель. Поселок Лицозавод раньше был благополучным поселком. Здесь был кирпичный завод. Расскажите мне сказку. Мы приехали показать, что не расселяют вас. Что вас не расселяют, новое жилье не предоставляют. Меня зовут Наталья Крылова. Мне не надо. Вам не надо. Другим людям надо. Да, блин, на берегу лучше пожить буду. Сейчас у нас поставлю. Не туалета, ничего. Поменять жилье нет возможности, да? Нет. А дети не помогают? Ну, и кто будет мне помогать? У них своя семья. Сейчас дочери сидят дома. Нету никакой работы. Не могут устроиться на работу одна дочь. А вот поправки были в Конституции. Вы ходили голосовать? Нет. На дом приходили. Я-то не хожу на дом. А вы как голосовали за поправки? За или против? За все. За? Все. Согласна. То есть вы поддерживали… Вы еще Путина на еще один срок? Да. Да потому что он работает. Он нам не мешает. Он хороший человек. Но вот вы за Путиным? Да. Я за Путина. Ну, как же так? Вы живете в аварийном доме. Это же все-таки верхушка власти. Да. Местные власти не работают. Да. Как будто бы решает все один человек. Но при этом нам всем говорят, что да, мы за Путина, хоть мы и живем плохо. Это не противоречие? Да, нет, наверное. Почему? Не знаю. Властям нужно учиться, да учиться, наверное. У Путина? Да. Владимир Владимирович, помогите нам, пожалуйста. Мы уже с какого года просим квартиры и нам все обещают, обещают. Тот Путин, к которому обращаются, Путин образ, он выполняет функцию такого… Деда Мороза. Несуществующего персонажа, который… И, в принципе, это очень хорошо показано на официальной прямой линии, что есть такой персонаж, который в хорошем настроении или в плохом, но абсолютно может решать любые задачи и иногда дарит подарки. Это вера русского человека в чудо. Многие думают, что у нас большой особняк в Москве возле Кремля стоит. Нам даже говорили, чего вы там переживаете, что там они приплакиваются. У них вроде большой особняк возле Кремля большой стоит, и у них у Ланды большая квартира, шикарная. Я говорю, ну да, конечно. Как мы живем? Мы с квартиры на квартиру ездим. Получается, сейчас вы живете в коммунальной квартире, вот вы с Дашей в одной комнате. Здесь сейчас с Дашей, да, Аней. Ну, Наня пока у нас тоже, то здесь, то к подружкам уходят. Приходят, переоденятся, поймутся в всякий раз. Как вы сегодня относитесь к Владимиру Путину? Я отношусь к нему, всегда относилась, отношусь только положительно. Я уже говорила, что, допустим, всегда говорила. Ну, конечно, сейчас тоже есть какой-то негатив. О, там, другого, другого. Я даже ругаю, спорю со всеми. Ну, кто может быть между него президентами? Я даже не представляю вообще. Мне кажется, если он уйдет, то это все уже, совсем все. Даша, смотри, а ты, получается, из того поколения людей, молодых людей, которых называют путинским поколением, потому что практически вся твоя жизнь прошла при одном лидере. А ты это осознаешь? Ну, да. Что это для тебя, как ты это воспринимаешь? Ну, как? Тебе кажется, что в порядке вещей? Да. Однажды мне сказали, что «Сынок, если ты собираешься идти на госслужбу куда-то в структуры, первая строчка в резюме пиши, что ты звонил Путину тогда-то и решил такой-то вопрос. Мы тебя возьмём». А это кто сказал? Без имён. Ну, то есть это человек при должности, скажем так. Да, да. Это при должности. И вы воспользовались советом? Нет. Почему? Ну, на госслужбу меня не тянет. Я служу в армии и после этого на госслужбу меня в принципе не тянет. Как вы считаете, вашу жизнь этот эпизод с прямой линии поменял, направил я в какое-то новое русло или нет? Мою – нет. Я никак не связан с государством, но если бы я захотел, некие возможности мне предоставить могут, скажем так. А телевизор вы вообще смотрите сейчас? Нет. То есть не знаете, что там происходит? В смысле телевизор? Ну, вот я смотрю YouTube. Что происходит в телевизоре, вы не знаете? Да, что происходит в телевизоре, не знаю. У меня телевизор висит на кровати, и это чисто вот штука, чтобы посмотреть сериалы. А телевизор смотрите? Смотрю, обязательно. Смотрите прямой линии «Путь с Путиным»? Да, да, смотрю и прямые 60 минут смотрю. Что думаете про власть? Про власть? Я думаю, всё в норме. Я, например, довольна. Вот сейчас будет прямая линия пресс-конференция. Вы будете её смотреть? Да. А вы всегда смотрите? Да, я всегда смотрю. Потому что вопросы задаются разнообразные. Иногда даже и касаются вот как-то вот нас, допустим. Ну, интересные вопросы задают. Очень интересные. Владимир Владимирович, мы все знаем, что вы после 2008 года уходите. Что будет с нами и со страной? После 2008 года. Аркадий, я думаю, что всё будет хорошо. Даже уверен в этом. Что касается меня, то я говорил, что конституция, даже несмотря на то, что мне моя работа нравится, конституция не даёт мне право баллотироваться третий раз подряд. Мне просто было интересно, что будет. Если он уйдёт, что будет? Я почему-то чувствовал, что будет вот, видите, Путин ещё править. Он сказал, останется правящий там. За четыре года не успеешь ничего сделать, особенно в нашей стране. А почему? А почему? Очень мы долго раскачиваемся. Россия, она хоть как, ты её долбей, это монархия. У него крепкая рука. Он держит в кулаке всё это. И тем более, хоть мы живём без войны. Самое главное, что нет войны. Но я не вижу человека, который был бы на его месте. Вот в данный момент. Скажите, а в целом как вам кажется, что проблемы решаются только когда вмешивается первое лицо – это нормально? Это должна работать команда. Когда он говорит, обращается к правительству – мы – одна команда. Вот мы – одна команда. Они подводят его. Государство имеет монополию на решение любых проблем. И государство это пытается постоянно демонстрировать. Государство – это Путин? Где-то мы это слышали и понимаем, к чему это ведёт. Ну да. У нас фонари не горят нынче. Зима на улице. Мы выходим пол шестого утра в темноте и приезжаем тоже самое в темноте. Но население сказали, денег нет в администрации. Опять нужно Путину звонить? Наверное. Наверное, надо звонить, писать. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Я только одну вещь скажу в завершение. Ведь за эти 20 лет произошла технологическая революция. Прямой эфир сейчас – это совсем не то же самое, что в начале 2000-х. Сейчас каждый из нас может прямой эфир устроить и ещё выбрать на какой именно платформе его устраивать. И прямая линия, как про неё ещё иногда по старинке говорят «телемост» выглядит уже не способом мгновенного перемещения в пространство между Москвой и какой-нибудь провинцией, а выглядит машиной времени, перемещением из 2021 в 2001 или 2002 год. Ну сами посмотрите. Тот же самый президент отвечает на те же самые вопросы – текущая труба, несделанная дорога, отсутствие туалета, ворующие чиновники, фонари на улицах не горят. Получается, столько лет прошло, столько всего изменилось, поколения сменились, а у нас всё по-прежнему. Проблемы те же и человек, на которого люди уповают, всё тот же. Ну так, по крайней мере, это выглядит. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Это правда вы? Правда? Раньше тоже были вы, да? И я был раньше, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова